Дело в том, что, во-первых, наши исследования показывают, что в природе гибриды не встречаются. Это основывается при всем на генических данных. Гибридизация в природе отсутствует, а в лабораторных условиях в связи с какими-то изменениями поведения, наверное, да, эта гибридизация становится возможной. Но дело в том, что эти гибриды действительно существуют, но в дальнейшем они даже могут в какой-то степени размножаться, то в конце концов они утрачивают жизнеспособность, и даже вот эти практики, которые занимаются разведением пиявок, вот пиявочные фермы, они никогда, вот они стараются держать пиявок разных видов отдельно, чтобы не было гибридов, которые в дальнейшем не дают нормального потомства. У вас доказательство означало, ну так вот, основные микроэволюции и микроэволюции. Вы считаете, что это разные процессы? Дело в том, что основы микроэволюции закладывают микроэволюции. То есть на уровне исследования микроэволюции мы можем обнаружить, например, образование филогрупп, то, что характерно для Георда-Вермана, то есть поднахождение филогрупп в ходе, например, рекланизации Европы и действия общественного проявления, это классический объект изучения микроэволюции. Но вместе с тем это дает, наверное, основу для понимания, как могло бы идти видообразование. То есть микроэволюция закладывает основу для видообразования, и поэтому, изучая микроэволюцию, мы не поймем видообразование, в частности, в возникновении продуктивных горитов. То есть это взаимосвязанные понятия, поэтому я так полагаю, что видообразование, оно охватывает микроэволюцию, которая подводит к образованию молодых видов. Такой вопрос. Сегодня, по вашему положению, гипотетическим предкам пьявок была пьявка. Сколько можно сказать о гипотетическом предке пьявок, которого пьявка еще нет? Да. Объективный анализ, основанный на методах филогенетики, он позволяет конструировать особенности наиболее недавнего общего предка. То есть мы можем конструировать, как выглядел наиболее недавний общий предок. Если мы изучаем пьявок, мы можем сказать, как выглядел наиболее недавний общий предок пьявок. Если мы включим в анализ другие группы, мы поймем, как выглядели другие пьявки. Но если мы будем их включать в анализ, а это, в принципе, мы делали и другие исследователи, то предкрепелок были любые видоподобные олигохеты, то есть хищные олигохеты, которые перешли поразить. Последний вопрос. Вы на самом деле имеете внутренненькую филогенетическую структуру. А филогенетическая структура или все-таки филогеографическая? Эти понятия пересекаются. Это зависит, как я сказал, от идеологии. То есть исследовательского хедиба, то филогенетика, значит, у три вида, не действует. Но если принять некоторый упрощенный подход, то можно говорить о филогенетической структуру. То есть я считаю, что эти понятия в данном случае, они пересекаются. Еще вопросы, пожалуйста, и значение пересекаются. Все так же. Сергей Юрьевич, я вам очень благодарен, как преподаватель, за то, что вы попытались ввести ясность в эту сложную группу животных. Но тем не менее у меня есть вам несколько вопросов. И первое из них, что мы были несколько раз упоминать в своем докладе о том, что предками пьявов были временные паразиты. Исходя из концепции паразитизма и сегодняшнего восприятия этой концепции, вы разделяете понятие временный паразитизм, факультативный паразитизм и просто кровососы. Что касается пьявов, то я бы все-таки говорил о том, что у вас в виде пьявов есть виды, которые очень на небольшой период времени отправятся к хозяину и питаются его кровью. То есть я бы сказал, что это что-то специализированное, наверное, хищничество. Или кровососы, да. Это хищники. Или кровососы, да. Да, или кровососы, можно сказать. Но они иногда не убивают свежие. Медицинская пьявка, в принципе, засовывается к лягушке, и лягушка потом умирает. Она не живет. Она ее засасывает. Нет, она просто... Лимного крови. Лимного крови, наверное, эти ферменты, которые не существуют к лягушке, они ее убивают. То есть это какая-то тонкая грань, где термины, наверное, по терминологии это будет не разработано. Но есть пьяки, которые являются настоящими спасаварными паразитами. Ну, даже где-то... Извините, что я занимаюсь клиентом. Вот о медицинской. У нас, я так понял, в Украине два дня. Северный и южный. И вот как вы их считаете? Кто они? В смысле кровососы, они... Кровососы, паразиты, кишники... Ну, вот это все вместе в какой-то степени. Потому что даже сейчас есть данные, что и медицинский пьяк, и просто другой виталийн Талис, они будут питаться олигахетами. Есть такие данные. То есть это такая сложная группа, где вот эти разные типы питания, они присутствуют. И терминология, поэтому, она, может быть, вполне адекватна. Нужно просто описывать словами, как они питаются. Хорошо. Понятно. Хорошо. В связи с этим еще. Вот у вас прозвучала такая фраза «виды не связанные с какой-то наружной средой». Ну, да. Водной средой... То есть, виды, которые... То есть, выходящие из воды. Да. Есть виды пьяок, которые вообще являются, я бы сказал, сухопунктными, и вообще не таким, а депсидой. А есть виды, которые... Амфибиотический образ жизни, такие медицинские пьяки. Да, да. И муточные пьяки... Я интересуюсь, да, когда вы видите, медицинские, вот, допустим, дети же два вида. Как вы их считаете, они чистоводные или амфибиотические? Они амфибиотические. Они отладывали окон на слухи, и вот эта стадия кокона, она обязательно должна быть на слуху. В почве. Обязательно, да, в почве. И, 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 вот, кто-то хотел задать, я просил, забыл. Ну, ладно, я потом задам. Спасибо. Ну, с природием это очень трудно сделать. Да, это трудно сделать, наверное, с помощью наблюдения. Однако у нас есть такая вот возможность исследовать регулярные маркеры, и мы не увидели никаких признаков гибридизации у природных популяций пьяков. То есть два вида, которые живут в одном водоеме, они расходятся в совершенно разные вклады, и у них нет никаких признаков гибридизации, которые мы знаем, как это могут быть. Вот такие признаки не наблюдаются. То есть, из-за того, что может быть. То есть, из-за того, что, как на этом фоне были, смотря, оценивать степень репродуктивной изоляции, которая варьирует у близких видов. Ну, вот, это не будет. Если гибриды. Гибриды можно получить в лабораторных условиях. И степень гибридизации, и способность гибридизации различается у этих видов. Хорошо, спасибо. Спасибо. Мы исследуем, прежде всего, закономерности образования ареалов. И об этом можно свидетельствовать о том, как возникали виды. То есть, например, если мы говорим о видах, которые связаны с сушей, то здесь существующая роль играли климатические факты в разделении этих видов. Также важную роль играл ринф, о котором я говорил. И на виды образования также, по-видимому, может влиять то есть, то ценовая политика. Вот, я думаю, это те факторы, которые мы подавлюжем, не отбираем с видов, которые живут, как нас слушают, так и гибриды. Виды, которые не связаны с сушей, их виды образования определяются историческими факторами. Вот факторы, то есть образования и графических барьеров, и существования товарищных бассейнов и других географических приборов. Такие закономерности и договорования мы продолжим.